Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию фильм об изготовлении нимфочки из семейства Калибайтис. Это одна из разновидностей, в коих существует бесконечное множество нимф, весняночек. Вот такой приблизительной длины. Возьмем хвостик, закрепим у загиба. Обитающих в наших краях. Очень распространенный вид в связи с тем, что у нас реки вялотекущие и в жаркое время недостаточное количество кислорода. Они в основном обитают в тех водоемах, которые обладают вот такими нехорошими показателями. Крючок я взял для изготовления хопперов. Теперь более подробно расскажу, почему. Номер я взял 16-й, для того, чтобы вам больше произвести детализацию. Но можно изготавливать начиная от 12-го и заканчивая 20-м номером, в зависимости от того, на какую рыбалку вы собираетесь. Нимфа сама по себе не плывет ровно, поэтому имеет свой изгиб. И если мы огрузили вот в таком количестве свинца и будем рыбачить на течении, то наша нимфа будет стараться перевернуться и за счет этого как кель будет удерживаться. Поэтому вот такая форма более, как говорится, целесообразна, чем прямая, потому что прямая будет потом крутиться, как вертолет. Вот. Давайте приступим дальше. Закрепили наш хвостик. Я взял хвостик, ну, у нее достаточно, то есть у нее все, будем говорить так, членики, это хвостик, жаберки, лапки. Все осуществляет процесс поглощения кислорода из воды. Поэтому хвостик у нее достаточно развит, за счет которого она хорошо плавает и достаточно быстро перемещается. Поэтому хвостик можно изготавливать, как из пера, допустим, охотничьего фазана. Я взял из крылышка, которое на грудочке фазана и отрезал из курочки фазана. Теперь, для того, чтобы мы могли дальше сегментировать, закрепим с вами сейчас пленочку. Я подготовил приблизительно, подобрав ту ширину, которая мне необходима. Если, допустим, по каким-либо причинам она будет для меня достаточно широкая, мы ее с вами можем всегда подрезать. И, чтобы вам было, допустим, легче, крепим одну часть сверху. Следим за тем, чтобы ровненько ложилась наша пленочка. Подкрепили. И переворачиваем крючок, крепим эту же нашу пленочку, но уже вторым вот таким подготовленным вырезом. Если у вас имеется в наличии хендосовская пленка, которая силиконовая, пожалуйста, используйте. Или же, допустим, другие материалы, которые позволяют вам. Подхватили за кончик и теперь стараемся не зацепить зажало крючка. Аккуратно проматываем до той точки, где у нас закрепился хвостик и наша верхняя пленка. Вот у нас должна с вами выйти вот такая вот конструкция. Промотаем еще парочку оборотов. Этого будет вполне достаточно. Берем, крепим теперь для сегментирования люрекс, который вот такой плоский, из елочного украшения, но достаточно крепкий и хороший материал. Напоминает по своим показателям, как я уже говорил, юнифлосс. И для продавливания, выделения наших сегментов я буду использовать очень тонкую, ну до 0,1, наверное, леску, но крепкую. Материалы вы должны подбирать соизмеримо величины той нимфочки, которую вы будете изготавливать. Подхватили наши материалы. У нашей нимфы должны быть жаберки, значит, по бокам нашей конструкции. Подготовим перышко так, чтобы по остаткам оно у нас было мягкое на ости. И в то же время, чтобы было достаточно хорошо развиты вот такие вот перышки пуховые. Это может быть куропатка, перепелка и другие птички, у которых очень мягкая и тонкая ость. Подберем перышко. Перышко я подобрал, как обычно, которое использовал для вязания бокоплавов, то есть дополнительное, которое недоразвитое для замены, идет от основных перьев, которые есть в скальпах. Я вам уже его показывал. Тело мы будем изготавливать из даббинга. Значит, цвет можете подобрать для себя, исходя из тех, которые обитают в ваших водоемах. Я буду выполнять больше нейтральный, не вдаряясь подробностей, какой, допустим, в данный момент у меня. Но зачастую цвет всегда обусловлен или же светло-оливковый, светло-серый, светло-коричневый. То есть все цвета и оттенки несколько светлые. В зависимости от температуры воды и времени года, она, конечно, меняет немножечко свой оттенок, так же, как и бокоплав. И начинаем теперь от загиба. Движемся до середины нашей грудки. Останавливаемся здесь. Берем наше перышко. Я изначально закрепил его так, чтобы у меня бородки торчали вверх. Потому что при дальнейшем покрытии нашей пленочкой, чтобы более аккуратно смотрелось наши с вами жаберки. И аккуратненько стараемся, так, чтобы строго поверху находилось наше перо. Парочкой оборотов закрепим. Остатки удалим. Теперь мы берем наш люрекс. И стараемся аккуратно, чтобы не примять наши бородки, раздвигаем их. Обматываем, проматываем наше тело. Если в этом не есть необходимость, пожалуйста, можно взять, как я обычно. Беру наш любимый инструмент и начинаю подравнивать наши перышки. Делаем один полный оборот. Крепим хорошо наш теперь люрекс. И остатки удаляем. Он нам уже не понадобится. Чтобы более качественно держался материал, добавим еще капельку клея или лака на место крепления. И промотаем. Для того, чтобы более качественно закрепить пленочку, я обычно всегда вот так слегка намочу перышко. И за счет этого уже я могу более хорошо работать со своим пером. Ну а теперь остается нам только лишь взять нашу пленочку, которую мы закрепили. Она у нас закреплена восьмерочкой. Развернуть. Следим за тем, чтобы у нас строго-строго было по центру. Чтобы никуда наши перышки не уходили. Помогаем себе немножечко. Вот приблизительно вот такая конструкция должна выйти у нас. И теперь в натяжечку вот так слегка подтягиваем. Как видите, наши жаберки сразу ушли вниз при подтягивании пленки. Поэтому я так перо и устанавливал. Удерживаем так, чтобы строго находилась у нас пленка сверху-снизу. Удерживаем в таком положении. Делаем пару оборотов. И теперь спокойно можем дальше закрепить до крепления пера нашу пленку. Закрепили пленочку. И теперь я беру нашу леску. И очень аккуратно стараемся так, чтобы не подламывать наши оставшиеся волоски. Перышки подравниваем. Выполним, хорошо продавливая тело. Создавая хорошую сегментацию. Крючок обязательно ставим в удобное для нас положение. Так как натяжку необходимо выполнять с хорошей силой. И аккуратненько теперь переходим там, где будем формировать грудку нашей леской. Здесь окончательно закрепим. Хорошо закрепим, промажем еще раз. Клеим место крепления. И леску удаляем. Для того, чтобы уже не возвращаться нам и нам, чтобы в дальнейшем не мешали наши жаберки, мы с вами должны придать им ту величину, чтобы соответствовала нашей нимфочке. Вот в том, в той величине, как они есть, это достаточно большие жаберки. Я беру ножницы и под небольшим вот таким вот углом, буквально оставляя 2-3 миллиметра нашего пера. С одной и с другой стороны. Вот приблизительно вот такой величины должны остаться наши жаберки. Теперь мы можем подкрасить слегка коричневым цветом нашу спинку, потому что она у нас темная. И мы уже к этой точке подобраться нормально не сможем. Если фломастер слегка попадает на наши жаберки, это не страшно, потому что в природе они не совсем у нас и такие прозрачные. Все, переходим теперь к изготовлению грудки. Но перед тем, как изготавливать нашу грудку, нам необходимо с вами еще сверху подготовить чехольчик, который тоже выполняет дыхательную функцию. Я беру совсем немножко, ну может быть, с десятка-полтора-два обородок и отрываю их. Так, чтобы у меня вышел вот такой приблизительно пучок. Немножко подровняем, чтобы не доходили наши перышки до колечка. И крепим сразу над верхней частью, там где у нас была грудка. Будет делаться грудка. Притяжной петлей подхватили. Разровняем вот так слегка ноготком, чтобы наши перышки разошлись по телу. И подняв их вверх, буквально оставляем пару миллиметров. Остатки убираем. У нас должен выйти вот такой горбик, если вам он заметен. Для рыбы он является существенным. Теперь для дальнейшего изготовления грудки, я подготовил очередной кусочек пленочки полиэтиленовой. Крепим его здесь, где мы закрепили с вами наш чехольчик. Следим за тем, чтобы не повредить место крепления нашего пера. И теперь совсем-совсем немножечко мы с вами должны промотать грудку. Но я хочу немножко, как говорят, с небольшой заморочкой вам показать, как можно изготовить еще по-другому лапки у этой нимфочки. Поэтому я взял остаток пера, чтобы были достаточно мягкие, тонкие и длинные оборотки. И креплю его так же здесь сверху. Следим за тем, чтобы наше перышко не уходило никуда. Было строго сверху. Вот так. И теперь нам необходимо изготовить грудку. Грудка у нас будет несколько темнее. Можно изготавливать коричневым, темно-серым, практически любым цветом, который немножечко будет отличаться от нашего тела. Я беру совсем немножко серого даббинга. Чем мельче даббинг, тем лучше. И совсем немножечко делаю даббинговую веревочку. Хорошо проматываем место крепления и формируем на грудку. Грудка у этой мушки достаточно пышная, но и в то же время следите за тем, чтобы не было рыхлой. Промотали. Возвращаем нить к месту крепления нашего пера. И теперь нам необходимо выполнить, ну, считайте, почти ювелирную работу. Мы должны с вами еле-еле, касаясь нити, нанести даббинга и изготовить тоненькую-тоненькую даббинговую нить. Для того, чтобы можно было в дальнейшем этой нитью проходить нам между этими перышками, которые мы закрепили сверху. Насколько возможно, настолько изготавливайте тоненькую эту нить. Теперь нам необходимо повернуть наше перо, так, чтобы наши лапки рассредоточились. Подправим его. И удерживая перо у колечка, для удобства можно взять вот так намочить, развести их слегка в сторону, чтобы нам не мешало, а потом наклонить. Лишние и непослушные мы потом с вами удалим. И удерживаем у колечка, начинаем проходить нашей даббинговой нитью через бородочки. Помогаем даббинговой иглой или руками, как кому будет удобно. дошли до места крепления колечка. И здесь с вами сделаем один полный оборот. Перевернем наше перо. Уберем теперь немножечко даббингов из нити и закрепим. Остатки удаляем. Можно использовать и перо куропатки, можно использовать перепелку, можно использовать курицу. Но в данный момент я захотел использовать вот такое перо, так как у меня лапки. Вы потом сами увидите, что гораздо лучше выйдут, чем если мы будем использовать с вами тонкое перо и мягкое. Добавим капельку клея и хорошо теперь промотаем место крепления. Уберем оставшийся даббинг. Берем теперь наш коричневый фломастер или же черный, каким вы решите изготавливать грудку. это уже не так существенно. И нам необходимо подкрасить с вами нашу ту пленочку, которой мы будем покрывать нашу нимфочку. Также можно чуть-чуть подхватить и перо, которое у нас мы будем изготавливать лапки. Немного в натяжку, так как обычно, как я показывал в предыдущих фильмах. Следим за тем, чтобы перо у нас красиво осталось, заняло свое положение, не доходило до колечка и аккуратненько сперва немножечко подхватили и вторым-третьим оборотом мы уже окончательно с вами подтягиваем. Как у каждой нимфочки, это я уже так для себя решил изготовить глазки из лески. Вы, как вам будет удобно, поступите сами, поэтому я здесь буду крепить еще и глазки. восьмерочкой подхватили глазки и теперь окончательно мы с вами можем удерживая глазки подтягивая вот так полиэтилен закрепить окончательно здесь наш полиэтилен. следим за тем, чтобы мы никуда ничего не утянули. Закрепили с вами нить глазки, подклеили и теперь переходим к основному элементу. Можно подрезать лапки, можно было подобрать изначально перо, как вы хотите, чтобы были лапки, но я хочу изготовить немножечко по-другому, поэтому покажу по просьбе моих друзей и подписчиков, которые просили показать, как можно более реалистично изготовить нимфу в домашних условиях. Берем обыкновенный лак, которым мы с вами изготавливаем мушки и пропитываем вот так наше перо. Не забываем сразу вытереть, иначе потом у нас возникнут неудобства. После этого мы берем с вами пинцет, у которого нет насечек на губках и разделим аккуратно сразу, пока лак еще наш не схватился, на три части лапок. лак достаточно сам по себе хорош тем, что мы можем спокойно, вот как вы видите, брать и продолжать работать, то есть он свою функцию еще не утратил. и теперь вот так мы должны с вами изготовить все шесть лапок для нашей нимфочки. Дождались пока подсохнет лак, подогнули окончательно и подрезали наши лапки и у нас с вами вышла вот такая симпатичная нимфочка из семейства Колебайтесь. Как я уже говорил в начале фильма, можно не заморачиваться, а изготовить, просто обозначить сами лапки. но мне захотелось показать вам, что можно детализацию изготавливать, не прибегая, допустим, каким-либо дорогим вариантам. Вот и все. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!